Матч «Звезд» Матч «Звезд» Я считаю, что в наши конференции, в нашем дивизионе очень много хороших «Отарей» и конкуренция очень высокая Поэтому, ну, считаю, что на тот момент, когда объявлялись составы, по моему мнению, заслужили на тот момент. Это было сколько месяц назад То, что другие ватри заслужили, ну как, были более, ну да, стабильные, играли лучше и заслужили поехать сюда больше меня. Но, да, последние месяцы мы играем неплохо. Я считаю, если бы называли бы сейчас состав, я думаю, я должен был поехать. А то, что Никиту не вызвали, то, ну да, конечно, я, если честно, мы сами были очень удивлены все. И Никита такой игрок, один из лучших игроков в Анхелл, даже у меня нет объяснения тому, что он не здесь. Может, от него ждали, что он будет играть в прошлом сезоне? Ну, это, ну, надо было то же самое, как мы повторили в прошлом году, рекорд регулярного сезона, 62 победы. Так и куча тоже побил рекорд по очкам. Ну, такое случается, ну, раз там, не знаю, в 10-20 лет, ну, и поэтому как-то все, видимо, ожидали от нас, не знаю, 65 побед, и от кучи, там, 150 очков, я не знаю, поэтому, ну, ну, это просто глупо сравнивать прошлый сезон и этот. Я считаю, что Никита один из, ну, не один из, да, лучший игрок в нашей команде, ну, он, безусловно, заслужил быть здесь. Что, по-твоему, изменилось, вот как бы, почему так трудно начинала команда сезон, и ты лично в частности, и почему потом все пошло налад? Не знаю, да, я, ничего особо не изменилось, то есть, что начало сезона, что последний месяц мы играем так же, и ничего не меняли, как я сейчас сказал, то, что мы просто продолжали упорно работать, и мы got rewarded. Ну, ты понял, да? Представишь ли перед собой задачу, ищут, скажем, второй раз, второй, может быть, год подряд выиграть визину, но насколько для тебя это теперь принципиально, как-то уже один раз разучил? Да, я один раз выиграл, мне сейчас командная награда превыше всего, ну, как и в прошлом году, то есть, я в прошлом году это говорил, то, что самая главная задача – это команда, а Везина как бы приятный бонус, поэтому, ну, я не говорю, я уже сто раз об этом говорил, то, что я ни в коем случае не принижаю эту награду, очень непрестижно ее получить, но у нас, как бы, гол один – это стальный кап. Здесь должно было быть трое русских, но Саша второй год подряд, Овечкин отказался, и Тём Панарин в последний момент травму получил. Расстроился, что будешь здесь единственным русским, или тебе и так есть там общаться? Я единственный русский здесь? Ну, нет, конечно, было бы классно побыть в компании русских ребят, но, видимо, парни решили побольше отдохнуть, излечить болячки, поэтому я уважаю их выборы, и, ну, ладно, я буду один, ну, чтоб идет, надуваться будут за всех, знаешь. Стал с твертым вратарем в истории НХЛ с сериями больше 10 побед подряд, двух сезонов подряд. Насколько вообще большую уверенность такие серии предают? Имеют ли они для тебя, там, в плане психологии какое-то значение, как это, что ты стал самым выиграющим вратарем в истории там? Ну, конечно, такие серии, то есть 10 побед лучше жить, чем 10 поражений, поэтому, без сомнения, уверенности это предает, и главное, чтоб запал остался на самой важной игре, поэтому, то, что мы немного помучились в начале сезона, это даже и к лучшему. У тебя шикарный январь, лучший игрок недели, два сухаря, вот какой-то был момент, может быть, такой, 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 который, может быть, для тебя внутренне переключил, какую-то кнопочку нажал? Да нет, может, Новый год хорошо отметить. Да нет, мы играли, мы вообще в БАФО, по-моему, были в это время, поэтому, да нет, да не знаю, как я уже сказал, мы играли так же, как и в начале сезона, и работ, очень упорно работали, и просто в начале сезона как-то все отскоки, и рикошеты не на нашей стороне были, а в последний месяц, потому что мы не опускали рук, мы так, гад-реворн. Считал в начале декабря твою цитату, что тебе сложно перестроиться на то, что тампо стало больше внимания и обороне уделяете, по твоим воротам теперь по 25 раз бросают, а не по 40. Действительно, вот это тяжеловато, и долго у тебя такое состояние было, и уже приспособился. Да, да, тяжело, я прям не скрою то, что я предпочитаю, когда меня раз в 50 бросают, что они бросают, а не 10. Поэтому, да, это был такой челлендж, так скажем, найти способ оставаться в игре, когда тебе бросают по 10-15 бросков. Потом мы добавили, может, пару изменений в игру, чтобы оставаться в фокусе на протяжении всей игры, когда даже тебе там по 10-15 бросков за игру бросают. Ну, пока трудно, как бы... Да, стране ватарима. То есть обговорили, я ему рассказал, что вот, ну, так и так, то что надо что-то делать, и поэтому вроде... пока вроде работает, посмотрим, что дальше будет. Но главное продолжать работать так же. Ну, да, 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 да. Пример, может быть, Вашингтона, которые выиграли... Которые выиграли кубок не в тот сезон, когда били все рекорды в регулярке. Я это имею в виду. Когда на них меньше внимания стали обращать, и, так сказать, команда заиграла, может быть, именно в флэп лучше. Ну, не знаю, наверное, больше, да, чем нет. То есть, опять же, я посмотрел фильм. До этого я особо историю не знал про русскую пятерку. Но, да, то, что они сначала все били все рекорды, но никогда не получили... Ну, как, не получалось особо в плей-офф, то есть, и потом, когда они начали мучиться, и в итоге выиграли кубок. То есть, ну, надеюсь, мы пойдем по их стопам. О, шефим, кстати. Дэн, молодец.